В рамках фестиваля воздухоплавания на центральной площади Владивостока был установлен воздушный шар. У жителей и гостей города была возможность поближе познакомиться с летательным аппаратом. Организатор акции, генеральный директор и режиссерского центра «Творец» Дмитрий Климов поделился с нами своей задумкой. Относительно недавно узнал, что в Приморском крае есть воздушные шары. Это компания «Тусуэль Скай», 12 лет уже здесь на рынке. Я удивлен, что ни разу никто не делал фестивалей. То есть воздушные шары, как вы можете видеть, это действительно очень эффектное и красивое нагромождение, даже не знаю, аэростан, научное название. И поэтому в честь этого фестиваля мы решили установить этот шар на площади борцов революции. Сие мероприятия тоже, в принципе, как такового по Владивостоке не было. То есть вы посмотрите, сколько народу собралось. Летательный аппарат можно было увидеть со всех сопо города. В рамках акции все желающие смогли сделать яркие фотографии на его фоне и посмотреть, как устроен воздушный шар вблизи. Я каталась именно с этими ребятами в Уссурийске и посмотреть на шар гораздо большего размера в центре города – это что-то новое и интересное, впечатляет. Да, очень удивительно. Первый раз вижу такое. Шар очень красивый, потрясающе. Волнение идет такое, но очень красиво, очень драма. По статистике шар является самым безопасным видом воздушного транспорта. Главное понимать физику и чувствовать шар, когда идет шар в подъем, когда он опускается. Сложно, ничего нету. Просто нужно понимание. Только дать огня в оболочке, чтобы он пошел вверх. Фестиваль «Воздухоплавание. Открытое небо» пройдет с 16 по 18 сентября в селе Стеклинуха Шкотовского района. Все желающие смогут подняться в небо на воздушном шаре, полетать на легкомоторном самолете, послушать музыку, посмотреть шоу светящихся шаров и фейверк. Фестиваль станет самым масштабным мероприятием подобной тематике, когда-либо проводившимся в Приморье. Более подробную информацию о предстоящем событии можно узнать на сайте openskydv.ru Анна Дьякова и Олег Завялов. Новости на Восьмом.